ну идея создать это видео принадлежала не мне меня убедили что нужно записать а причина была это моя грусть по поводу что утром сегодня пришло известие о смерти близкого родственника и из-за этого как-то стало очень грустно расхотелось что-либо делать жить хотя вчера идея была записать совсем другое видео идея была записать видео на тему как жить если ты вдруг оторвал свои корни от того к чему ты привык с детства это может происходить по разным причинам например иммиграция когда человек выдирает свои корни и уже этой страны и оставляет все к чему он привык с детства могут быть наверное и другие причины но на этом примере как бы проще потому что человек выдирает сразу все и уезжает и все бросает и идея была снять видео и обсудить как человеку найти за что зацепиться в жизни потому что как бы опереться больше не на что страны так скажем такой советского союза в котором ты родился ужас ее больше нет страна другая люди которые давно не были дома а потом вдруг приезжают они не видят практически ничего и то что там автоматов с газировкой которые ты помнишь из своего детства а просто кучи всяких других вещей и их просто нет и нету ну какие-то здания конечно остались я не знаю я из большого города а как люди из провинции возможно она тоже нет а может быть не меняется резина но отношения точно меняются экономические отношения между людьми страна стала другая ее просто нет как человеку жить умирает старшее поколение об этом я как раз грустила вчера а сегодня утром проверив телефон получила сообщение что умер один из близких людей то есть это этого ждали человек был очень немолодой и тяжело болен но каждый раз когда разговариваешь думаешь но может последний раз раз говорю а когда это случается уже ничего не может сделать а чека нет вот и с ним не может поговорить все что сказал ты уже сказал все что спросил ты уже спросил ничего не может обсудить и как раз вчера я говорила а как жить когда умирает старшее поколение а сегодня утром я получила такое сообщение я подумал что наверное поэтому видео и надо снять потому что ну вот как бы вселенная она тебе подбрасывает вот такие вот переживания за что зацепиться человеку если ему зацепиться не за что после того как началась эта ужасная война с украиной из-за разного отношения подхода к этому вопросу в котором я считаю что нет полутонов а есть да и нет черное и белое тут 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 не может быть каких-то разных мнений и разговоров про то что все не так однозначно это все не честно это уходы от честного ответа но когда семьи разваливаются из-за вот этих раз при чек теряет друзей одноклассников членов семьи который просто считает что он не прав и они думают по-разному и как человеку жить у человека нету родины у человека нету корней умирает старшее поколение человек теряет друзей одноклассников близких по каким-то несогласованностью политических вопросов или о том как надо жить люди с возрастом начинают просто свихиваться и вести себя странно и например когда ты хочешь пообщаться с какими-то одноклассниками через пять там десять лет выясняется что это уже не тот человек а он просто уже не тот каким ты его помнишь и ты не можешь не поговорить получается чек как бы еще и жив а поговорить ты с ним не можешь у тебя возникает пустота и таких пустот возникает огромное количество во всех сферах жизни а твои дети выросли это молодое поколение и они живут своей жизнью они выросли на других книгах на других мультиках иногда в другой стране а скажем если человек играет компьютерные игры смотрит аниму он вообще в каком-то виртуальном мире живет и вообще сейчас все живут иначе и развелись компьютеры и все живут в виртуальном мире общаются это другое поколение но живет иначе что делать людям нашего поколения с одной стороны ты хочешь выжить а потом возникает вопрос а ради чего а ради чего ты живешь вообще вот смысл в этом есть но кто-то там занимается внуками кто-то себе покупать собачку и дело делом своей жизни но многие люди не знают что им делать и как зацепиться за жизнь и это видео наверное вот об этом очень бы хотелось если бы вы написали комментарии что вы думаете по этому поводу как вы справляетесь что такие проблемы есть у многих я не сомневаюсь иначе я бы не стала это видео снимать и тратить свое ваше время и я думаю что наверное нужно просто себя заставлять жить и придумывать ради чего это я еще не понимаю вопрос когда люди чем-то заболевают люди с возрастом возникают какие-то телесные недомогания какие-то неприятные а то и жуткие болезни и тогда человек вообще не знает как ему зацепиться и разговоры про то как жить потом когда-то и вообще не трогают он думает о том как ему прожить ближайший день неделю и сколько ему еще осталось и я думаю что выход надо находить в том чтобы собирать свою жизнь из маленьких 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 кусочков потому что по сути она из этого и состоит если посмотреть то даже успешные люди я не беру людей которые очень заняты работают с утра до ночи в лондонском сити и их жизнь она я даже не знаю какая она просто другая жизнь обычных людей даже если они успешны и чего-то добились жизнь состоит из каких-то маленьких дурацких мелочей я извиняюсь за прямоту поел сходи в туалет поспал поболтал с друзьями проверил какую-то полную фигню в своем телефоне поиграл в какую-то игру ну вот из этого состоит кто-то позвонил рассказал про свою собачку переживаешь и из-за того что тебе прислали штраф за парковку ну или повысилась цена на отопление и или еще что-то и или прислали какое-то вредное письмо что ты не заплатил какой-то налог или просто кто-то позвонил испортился люди занимаются вот этой вот ерундой с утра до вечера фактически это жизнь состоит вот из этого и поэтому когда человек впадает в уныние спрашивает а как мне жить то получается что а как ты жил до этого если человеку например говорят а вот тебе там осталось жить три года а чё это я хочу жить а психотерапевт его спрашивает а для чего ты хочешь жить вот допустим тебе сказали что тебя осталось жить месяц а вот есть какое-то лекарство и тебе могут жизнь продлить на пять лет что ты хочешь делать ради чего ты хочешь жить люди как правило впадает в ступор они не знают зачем они хотят жить они орут я хочу жить я хочу жить они не знают ради чего когда конкретно спрашивают психотерапевт. А что ты будешь делать? На что ты будешь тратить свою жизнь? А люди не знают. Потому что люди об этом не задумываются. Причем даже люди, которые стоят на пороге смерти. Кстати, такие же проблемы возникают у людей, когда они выходят на пенсию. Человек всю жизнь мечтает, что он вырастет детей, получит эту свою пенсию. Ну, у кого какая, у кого маленькая, у кого большая. Ну, давайте исходить из того, что пенсия такая, на которой можно прожить. Ну, скажем, она... Естественно, всякая пенсия, это меньше зарплаты, но что человек может на нее прожить. Что он не будет голодать, холодать. И как-то там, не знаю, подработав, с огородом, может прожить. И он мечтал об этой пенсии. И думал, вот я выйду на пенсию, и начнется жизнь. А когда человек выходит на пенсию, то он начинает страдать, что он не ходит каждый день на работу. Но перед этим он страдал, что ему надо таскаться каждый день на работу. А теперь он страдает, что он никому не нужен, что он на работе был такой востребованный, его так уважали. Ну, от работы, конечно, зависит, но любая работа, даже если ты работал мусорщиком или уборщиком, все равно ты приносил пользу. И если ты был добросовестным и доброжелательным к людям, ну, к тебе хорошо относились. Тебя как-то уважали, любили, возможно. А теперь ты никому не нужен. Ну, ты же мечтал выйти на пенсию, чем-то заняться. Спрашивается, и чем ты теперь недоволен? Человек страдает, что у него куча времени, и он не знает, чем заняться. Когда человеку обрезают вот это время и говорят, а все, твоя жизнь заканчивается, все, все, дорогой мой, конец игры. Человек говорит, а как же я не успел то, то, то и то. Но практика показывает, что если человеку продлевает жизнь, ну, скажем, медицина, то он опять продолжает ныть и не знает, чем заняться. И спрашивается, вот это существо, человек, ноющий, чего он вообще хочет? У меня сказалось впечатление, что он хочет того, чего ему не дают. И говорит, дайте. Как только ему дают, ему становится это не надо. И он опять начинает ныть. И такие проблемы, они возникают, кстати, не только у немолодых людей, у людей, которым поставили тяжелый или смертельный диагноз, или люди, которые выходят на пенсию, они возникают у молодых людей. Чем заняться, что делать, как жить? И вопрос, как? Я считаю, что нужно составлять себя, делать маленькие шажки. Просто шажки, которые, по сути, есть жизнь. Заставлять себя следить за своей гигиеной. Содрать себя утром с кровати. Ну, в случае, если вам не надо идти на работу, когда вам надо куда-то идти, хочешь, не хочешь, с кровати скатишься под будильник. А заставить себя что-то делать. Заставить. Заставить. Главное слово – это заставить. Потому что, когда ты себя заставил, ты чувствуешь себя человеком. Если ты заставил себя сделать какую-то гимнастику, тебе трудно, у тебя болят мышцы, тебе плохо, у тебя усталость, у тебя нет времени, но ты себя заставил. Никто… Есть там теории, что вот, мол, когда начинаешь делать упражнение, через 20 минут наступай второе дыхание, и тебе становится классно. Это все правда. Но смысл в том, что ты потренировал свои мышцы. И мышцы поняли, что ты хочешь жить. Потому что, когда ты их не тренируешь, а лежишь на диване, организм получает сигнал, что ты не хочешь жить. Организм должен все время работать. Должен работать мозг, должны работать мышцы, должны работать чувства, эмоции. Ровно так же, как и все остальные функции организма. И нужно тихонечко, шажочек за шажочком, можно смотреть в интернете, можно выписывать себе в блокнот. Это кто как, методик, да чертов всяких, кто как хочет, может что делать. И записывать, что очень важно, что ты хорошего сегодня сделал. Ну, человек в тяжелой депрессии может записывать, что он сегодня почистил зубы. Или просто встал с кровати и посмотрел в окно. Люди в более хорошем состоянии могут записывать, что сегодня я, не знаю, постриг кусты на огороде или вымыл свою квартиру. Это у кого сколько сил, у кого сколько дел и кто что хочет. Но каждый день делать что-то. Для людей в горе, в депрессии, в ощущении, что все кончилось, что нет смысла этот смысл находить в мелочах. Наверное, это самое главное. И потихонечку жизнь начинает просыпаться, раскрываться, потому что жизнь, она огромная. Вокруг нас есть все, есть много чего. Мы просто этого не видим. Нас просто никто никогда не учил. Ни в школе, ни родители нас не учили видеть то, что происходит вокруг. Мы не умеем брать от мира, от природы, от того, что вокруг нас то, что нам надо. Мы не умеем просить, мы не умеем брать. Мы точно не понимаем, что мы просили. Как меня поражает, по-моему, я это у Свияша в какой-то книжке прочитала про то, как заказывать в универсум свои желания, чтобы они исполнились. Что если ты очень-очень чего-то хочешь и просишь, то оно сбудется. И вот женщина... Да, и про то, что нужно очень четко понимать, чего именно ты хочешь и заказывать свое желание точно. Там была история такая, как пример, что женщина сидит в своей квартирке, одна в драных тапочках, толстая, и думает, вот, сейчас бы вот, вот было бы здорово, если бы сейчас звонок, дверь, открывается дверь, стоит красивый мужчина и вот предлагает мне там познакомиться или жить вместе. И вот как бы было здорово, если бы вот меня такую вот кто-то бы полюбил и взял. И универсум. Я, может быть, извиняюсь при Свияшине, если я исказила, но я очень много лет назад читала, и там, может быть, не совсем так. И вот раздается звонок, дверь, она сидит так на кухне, толстая в рваных тапочках, об этом мечтает, звонок, дверь, она открывает дверь и стоит высокий, красивый, молодой мужчина с цветами и говорит ей, что он вот на нее давно смотрит и это вот прямо вот свет в окошке, он всегда хотел с ней жить и предлагает ей любовь и цветы и все остальные радости жизни. А она стоит ошарашенная, потому что он чернокожий. Оказывается, она в своих мечтах как бы это имела в виду, потому что она белокожая, но она это точно для себя не определила. Она в своей картинке в голове не определила, какой именно мужчина ей нужен. Мы уже не говорим о характере его, то, что он хочет с ней жить, еще не значит, что она сможет с ним жить. И вот этот пример вот он очень меня позабавил, и с тех пор я когда о чем-то думаю и очень мечтаю, я вспоминаю эту историю, ну это не история, это пример придуманный, и думаю, а вот как, как заказать желание и что именно я хочу, это не так просто. Это настолько сложно, потому что ты не можешь учесть все детали, а подчас ты не знаешь именно, чего ты хочешь. А раз ты не можешь знать, ты не можешь спросить. А если ты закажешь не то, а тебе универсум выдал, ну, как говорится, кушайте, чего просили, а ты хотел не этого или вообще не знал, чего хочешь. Поэтому с этим нужно быть очень осторожно. И мне кажется, лучше начинать с мелочей. Заняться своим питанием, заняться своим сном, заняться своим окружением, начать общаться с кем-то, хоть как-то, хоть по чуть-чуть, как бы не было тяжело, и записывать все положительное, что я сегодня сзади сделал. Когда вы видите список положительных дел, только положительные. Есть другие методики записывать, с одной стороны плюсы, с другой минусы. Сейчас не об этом. Записывать то, что ты сделал хорошее. Когда ты в конце дня видишь список, я, кстати, прочитала об этом совсем недавно, вот список того, что ты сделал, ты видишь, о, а день-то прошел не зря, а я молодец, я сделала вот это, вот это, вот это, вот это, то это же классно. И тогда повышается самооценка. Кстати, для людей, у которых низкая самооценка. Потому что вашу самооценку не повысит никто. Если вы сами себе не любите и не уважаете, вас никто не будет любить и уважать. Если ты представляешь, что ты полное чмо, то это написано на твоем лице, в твоей осанке, в твоих жестах, в том, как ты себя представляешь миру. И если ты думаешь, что ты чмо, никому не нужное, многие люди тебя считывают, это наш мозг считывает вдоль секунды, когда видит человека, что он из себя представляет. Он учитывает все, жесты, мимику, запах этого человека и сразу понимаешь, кто перед тобой стоит. Ты потом уже начинаешь своим неокортексом оценивать, как он одет, какому социальному слою он принадлежит, ну и всякие такие вещи. А вначале ты оцениваешь, кто перед тобой. И это делает, я так предполагаю, наш древний мозг, потому что он должен оценить, кто перед тобой друг, враг, опасно, не опасно, твое племя, не твое племя, потому что это очень важно для определения того, кто перед тобой. И если ты выдаешь миру информацию, что никто из себя не любишь, ну так мир и будет так тебе относиться, что это пустое место и все пройдет мимо. И люди, и жизнь, и интересные события. Поэтому очень важно записывать, что я сегодня хорошего и классного сделал. и я молодец. И начинать с простых, простых, простых вещей, чтобы выбираться из вот этой депрессии, из вот этого вот всего. Если случилось какое-то горе, если ты чувствуешь себя одиноким после, я не знаю, каких-то катастроф, разводов, смерти близких, из-за того, что ты эмигрировал, из-за того, что тебя все бросили, предали твои друзья. В жизни случается столько всякой гадости, что надо учиться как-то находить хорошее. Но другого выхода я не вижу. Если концентрироваться на гадостях, ну ты будешь жить в гадостях. Ты будешь привлекать в себе только гадости. Как говорят, деньги к деньгам липнут, так и гадости к гадостям липнут. Хорошие к хорошему липнет. Если ты нашел хорошего друга, у этого хорошего друга, скорее всего, есть еще другие хорошие друзья. и количество твоих хороших друзей должно по идее увеличиться. А если этого не произошло, значит, еще время не пришло. Или ты не готов, или ты не так себя представил меру. И если начать по маленьким шажочкам это делать, мне кажется, что можно как-то перемириться жизнью. Потому что жизнь отложенная на потом, этого потом никогда не будет. Мы живем здесь и сейчас. Это очень трудно. Это очень трудно принять и очень трудно ну как бы ты не можешь каждую минуту думать я живу здесь сейчас, я живу здесь сейчас, я вот это делаю сейчас, я вот но вот если ты хотел полетать на воздушном шаре и у тебя подвернулась возможность не надо ее откладывать на потом. Потому что потом у тебя может не быть денег или тебе не с кем будет полетать или еще какие-то причины или ты хотел полетать в аэродинамической трубе и все время откладывал вот у меня дети полетали в трубе а я тогда как-то подумал а потом полетаю а потом не полетала потому что диск спине вылез и нельзя вот так вот изгибаться в ней и подвернулась какое-то хорошее дело не надо от него отказываться не хочу сказать что то что я не полетала в аэродинамической трубе прямо вот у меня вот прямо жизнь кончилась и я прямо в этом мечтала я не мечтала но вот этой части жизни уже все в моей жизни не будет потому что ну вот физические какие-то особенности они тоже не дадут этой возможности поэтому если кто-то предложил сходить в театр или что-то надо сходить даже спектакль окажется плохим по крайней мере по крайней мере будет возможность его поругать вот с тем с кем ты сходил поругаться и спустить свои эмоции на то что омерзительный спектакль посмотрели как же так вот очень интересную притчу тут прочитала когда маленький мальчик ему приятель его обманул и не дал ему что-то он у него не вернул он ему там десятку и вот мальчик этот грустит бегает с палкой за тем мальчиком пытается выбить из него десятку каждый раз когда его видит на улице а мудрый человек ему сказал слушай ты чего бегаешь за этим пацаном он мне должен десятку он мне не вернул вот он был моим другом и не вернул значит ты потерял друга как ты считаешь это хороший человек он плохой человек как так можно поступать с друзьями он говорит слушай ты бегаешь за плохим человеком зачем тебе это надо ты за десятку избавился от плохого человека всего за десятку ты избавился от плохого человека ты очень дешево избавился от плохого человека меня поразила такая мысль а ведь и правда а ведь и действительно а можно всю жизнь за ним бегать требовать эту десятку так дешево удалось избавиться от гада можно посмотреть на жизнь не так люди которые это умеют они наверное реже впадают в депрессию очень бы хотела научиться вот такому когда читаю такие вот притчи а вот как они так могут они видят жизнь иначе мне это мне это очень понравилась идея правда иногда бывает что не за десятку а гораздо больше тебя нагреет на большую сумму но в принципе если сравнить с самым плохим и подумать что да тебя обманули но могли например убить или ты мог утравить отравиться свалиться во враг или еще что-то и не жить а ты живешь казалось бы а деньги дело наживное их всегда можно заработать кстати насчет денег когда люди заказывают желания они часто хотят я бы хотел быть молодым счастливым здоровым богатым много денег хотят иногда мне кажется надо задуматься о том что дело не всегда только в деньгах вот допустим ты что-то хочешь и есть путь где-то добыть денег и это купить а иногда есть вещи кстати которые нельзя купить за деньги но даже те которые можно ты можешь получить эту вещь иным способом и многие люди когда получают то что они хотели другим способом он их не устраивает они говорят нет я хочу заработать денег и пойти купить вот это в бутике а если скажем ну какая-то девочка допустим хочет какую-то там классную шмотку но если эту классную шмотку допустим ей отдаст какая-то подруга или ну не знаю какой-то богатый человек отдаст там я не знаю какую-нибудь дорогую сумочку чего-нибудь гуччи версачи я не знаю девочки часто хотят такие вещи она будет думать это что мне как нищеньки отдают спрашивается ты хотел эту вещь хотела ну мальчики тоже тебе ее дали бесплатно и ты недовольна тебе же не драно ее дали на помойку тебе дали хорошую вещь ты хотел эту вещь нет у тебя в голове есть конструкция я хочу чтобы у меня было много денег и вот ходить в бутиках покупать так ты хочешь что эту вещь или ты хочешь распальцованной ходить по бутикам и раскидывать деньги это совершенно разные заказы универсовые я хочу эту гуччи версачи или я хочу много денег и их расшвыривать и тратить это разные вещи когда пытаешься с людьми про это говорить они не понимают о чем-то а мне кажется что это основополагающее опять к тому же что ты заказываешь туда что ты хочешь если ты хочешь спокойную жизнь ну так тогда не проси денег потому что деньги даже тебе их дали просто бесплатно дали их еще надо сохранить кроме того что ты получил деньги их еще нужно и уметь сохранить если тебе с неба упала кубышка с золотом то появится куча людей которые захотят ее у тебя украсть отобрать эти деньги надо еще уметь сохранить люди об этом не думают люди только хочу 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 а что ты с этим будешь делать как ты с этим поступишь об этом никто не думает а когда ты об этом не думаешь то получаются всякие плюхи и мы живем получая плюхи слева справа сверху снизу все время потому что мы неправильно себя ведем неправильно заказываем неправильно относимся к тому что получили а если ты увидел вот хочешь какую-то вещь и ты ее увидел в секонд-хенде другой человек копит за копейки и радуется что он получил эту вещь вот он ее всегда хотел а другой будет переживать что он не может найти богатого мужа не может заработать и ходить и покупать все эти вещи это представляете сколько должно было сойтись в мире вот разных событий чтобы если ты хочешь какую-то вазочку сумочку я не знаю туфлики заходишь в секонд-хенд вот просто в какой-то день заходишь и там эту вещь видишь это сколько должно было произойти каких-то событий и в одной точке соприкоснуться чтобы ты получил а человек говорит я буду покупать в секонд-хенде я да никогда или я возьму подружки бесплатно что она мне там с барского плеча скидывает что-то что я нищенко что нет и продолжает мечтать об этих вещах от того что человек мечтает это не получает он начинает болеть потому потому что человек должен получать то что он хочет но человек должен оценивать свои силы разумно и понимать что он может а что не может очень часто когда люди видят это у нас там собачка бегает когда кто-то стучит в дверь так что прошу прощения за шум это собачка прыг на диван прыг с дивана когда человек вот собачка отвлекла я забыла о чем говорила говорила я про то что я думаю что надо видео прервать а потом я запишу дальше потому что я окончательно сбилась и забыла о чем я говорила о чем хотела сказать но я думаю что это не страшно соберусь с мыслями и наверное после паузы продолжим а если нет ну значит как говорится если мысль короткая улетела кого что-то винить